Защитникам с любовью. Союз женщин России продолжает сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Очередная партия уже готова к отправке на Донбасс. Подробности в сюжете нашего корреспондента. В этих коробках теплые носки, белье, вода, сладкие подарки и частичка материнского тепла. С начала спецоперации на Украине это уже вторая посылка для защитников от Союза женщин России. К благотворителям акции присоединились многие отделения общественной организации в Московской области. Самыми активными оказались люберецкие женщины. У нас у каждой есть сыновья, ребят, которые там служат вдали от родины. И, конечно, они хотели бы какую-то весточку с родины. Хотим, чтобы наши ребята знали, что у них есть надежный тыл и что мы их очень ждем домой. А у Союза женщин, в свою очередь, тоже есть надежный тыл. Это люберецкие предприниматели, бизнесмены и общественники. Компании предоставляют в качестве гуманитарной помощи собственную продукцию и помогают решать вопросы с логистикой. Каждый вносит свою лепту в большое доброе дело. Из нашей пряжи вяжем носки. Ну, хотим тоже. Пусть это будет частичка тепла, часа шерстяной пряжи и завещей шерсти согреет ноги. Пусть в ночное время нашим ребятам-солдатам. Мы не можем быть равнодушными к этому. И, соответственно, я даже не знаю, как сказать. Мне кажется, это внутреннее состояние человека для того, чтобы какие-то добрые дела делать. Я думаю, что здесь не только для меня, а для многих это важно, потому что мы, когда общаемся с военачальниками, они проговаривают, что необходимо нашим военнослужащим, в чем нуждаются и чем мы можем помочь. Еще одна армия помощников – волонтеры городского округа Люберц. Из их участия не проходит ни одна благотворительная акция. Молодые люди помогают в сортировке, упаковке и погрузке гуманитарной помощи. Я стараюсь помогать людям, потому что, как мне сказал один очень хороший человек, относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это помощь, как минимум, своей стране. А члены Союза женщин России тем временем готовятся уже к следующей акции. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.